там что расскажи про перестрелка в грозном так я могу рассказать только официальную версию потому что ну под другой никакой альтернативной версии дослуживающей доверия по крайней мере не встретил это было связано не с проблемами а наоборот хорошими наверное событиями я ездил германию к своим родственникам наконец-таки мы начнем с предыстории я не видел свою мать вот так вот лично имеется не не по связи не видел ее с 2016 года я не видел свою мать моя мать не видел своих внуков некоторые внуки и вообще один как минимум внук внучка вообще никогда не видела бабушку короче был очень такой большой пережив и несмотря на то что мы все находимся в европе находимся в принципе в соседних можно сказать странах тем не менее это было для нас осложнено кто-то может сказать что в чем проблема была проблема была в том что законным образом то есть не нарушая каких-то законов мы мы не могли это сделать до сих пор были всевозможные препятствия и да конечно если бы вопрос стоял бы так либо там нарушается закон либо ты никогда не увидишь там родственников своих ближайших то может быть тогда и и не стоял до сам вопрос но так как у нас не в этом была проблемой и ну точнее из-за наверно из-за наличия связи наверное из-за того что мы можем друг другом связываться видеть друг друга посредством там различных мессенджеров поэтому наверное не не так остро на это все реагируется как это было бы например если бы этой связи не было то естественно ничего бы не могло удержать людей того чтобы они встретились там находясь в соседних странах но так как вот этот момент присутствовал связь она как бы все это время была поддерживалась поэтому мы как-то в общем не на нарушение каких-то законов мы не шли а почему законы не разрешали нам потому что моя мать мой родной брат и его семья они находятся в германии статусе соискателей убежища то есть покидать германию они не имеют права то есть они не могут мы не можем где-то встретиться в альтернативной там третьей стране грубо говоря они не могут приехать ко мне в гости а я не мог поехать в германию потому что германия не хотела меня видеть на теле на своей территории я был внесен немцами в какой-то там список нежелательных персон но это вообще отдельная история я понятия не имею почему видимо из-за какой-то из-за каких-то тесных связей немецких спецслужб российскими самого начала моей истории вот все проблемы которые у меня возникли в европе они возникли именно по инициативе германии как так произошло понятия не имею но никогда не будучи даже в германии никогда не посещав никогда не перейдя дорогу ни одному немцу своей жизни я угодил во всевозможные списки именно по инициативе немцев меня тогда в 2017 году когда арестовали в польше это оказалось что это было сделано по инициативе германии точнее за того что они внесли меня в этот список стоп листа шенгеновского и внесли меня туда как опасного человека который может быть вооружен там и в общем естественно они свое мнение во мне очень долгое время не меняли и может быть и даже и сейчас они может быть его особо и не не изменили но во всяком случае из этого списка они меня убрали это все тоже была такая долгая борьба сначала я значит удачно снялся с интерпола затем уже когда мне дали позитив швеции меня из этого шенгеновского списка есть отдельный список сис 2 называется шенгенская база данных меня из этой базы нужно было тоже исключать а я в ней был и уже в ней был я понестили двух стран и польши и германии и швеция провела работу с этими двумя странами и в общем договорились с ними чтобы меня туда из этой шенгенской базы убрали но германия убрав меня из этой шенгеновской базы не стала убирать меня из своей национальной и меня сразу виды поведомили что посещать германию мне нельзя и это было вот еще одна было еще одно препятствие выехать оттуда мои родственники не могут а поехать в германию я не могу потому что германия запрещает мне въезд и вот хвала аллаху недавно этот вопрос тоже был решен немцы убрали меня из этого своего национального стоп-листа и после этого я удачно посетил судебный процесс ну и после того как это все было закончено до судебного процесса я мы специально не встречались чтобы чтобы не было каких-то там разговоров о том что мы могли о чем-то там добиваться и так далее хотя не знаю имея сегодня все средства связи это вряд ли это актуальная тема но к сожалению вот эти вот какие-то бюрократические такие вещи какой-то симму какой-то символизм его почему-то до сих пор любят там соблюдать в общем и вот после того как все это прошло я наконец-таки на прошлой неделе со всей семьей отправился в германию мы встретились провели несколько дней вместе именно по этой причине меня не было эти два дня в эфире но теперь я вернулся и мы снова будем продолжать в нашем стандартном режиме если будет на то воля все очень у аллаха там что расскажи про перестрелка в грозном так я могу рассказать только официальную версию потому что но под другой никакой альтернативной версии дослуживающие доверие я по крайней мере не встретил как вы знаете там прям центре грозного прям перед въездом в комплекс этот правительственный комплекс где заседает кадыров кстати вот это вот дорога по которой он ездит на свою работу прям там произошла произошел весь инцидент была стрельба всего как я понял погибло на том месте погибло два человека первые погибшие это сотрудник дорожно-постовой службы гаи его якобы на него напал с ножом 19-летний парень мусор закриев он его значит убил завладел его табельным оружием это все официальная версия то что я вам сейчас говорю имейте ввиду это я просто пересказываю то что нам официально сообщили то есть он завладел его табельным оружием затем вышел и вот выйдя я уже когда он был на дороге не видно чтобы он там попытался на кого-то нападать этим оружием просто видно что в его сторону уже открывается огонь его убивают перед машиной он на несколько раз даже него после того как его поражают очереди он встает его опять стреляют и в общем этот парень тоже погибает и того вот эти вот двое погибших там на месте затем появилась аудиозапись которая якобы принадлежит этому парню на чеченском языке голос там объясняет что он собирается сделать то что он сам называет операцией амалия он говорит какой-то четкой причина следственной связи вот что-то такого там нет то есть вот вы что-то сделали я за это вам сейчас отомчу такого нет там скорее такой такое религиозное обоснование я отрекаюсь но говорит там от ваших конституции тоже комитетов советов там и так далее между нами вражда за то что вы хотите там людей заставить жить там по вашей конституции то есть вот так таком такой форме он не причисляет себя никаким известным или неизвестным организациям террористическим там или иным никаким государством ни к чему он себя не причисляет то есть в этой записи он просто как-то вот религиозно так вот обосновывает и из этой записи непонятно что он именно собирается сделать а просто говорить что я вот что-то там сделаю будет операцию проведу и вот после этого как бы это происходит идентифицировать принадлежит ли это аудио его я не могу я не знаю но и я не удивлюсь если конечно же она ему не будет принадлежать но если принадлежит тоже принципе не удивлюсь в общем это вот то что официально об этом известно никакой иной информации и к сожалению нет после этого инцидента была разумеется появилась информация о задержании его родных и близких потом произ прошла информация даже об убийстве там его отца но подтвердить или опровергнуть это я также не могу пока во всяком случае в общем это все что пока можно об этом сказать в общем это все и 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 Субтитры создавал DimaTorzok